Объединиться в борьбе с терроризмом предлагают США. В американской столице сегодня собрали министров иностранных дел 68 стран-участников так называемой глобальной коалиции. В Вашингтоне и украинская делегация. Чего Америка ждет от союзников? Узнаем у Дмитрия Анопченко, он сейчас в Госдепартаменте США. Дима, здравствуй, расскажи, какие приоритеты назвали и о чем уже договорилась Украина? Тебе слово. Катюш, невероятно представительное мероприятие, очень нервное. Только-только мы вышли из здания Госдепа и связь плохая. Очень надеюсь, что смогу вам все рассказать просто технически. Что здесь происходит? Мы насчитали 74 топ-чиновника. Но только представьте, это в основном министры иностранных дел из 68 стран мира. Это руководители таких структур, как Всемирный банк, как Европол, как Интерпол, замгенерального секретаря ООН здесь. И все они по приглашению госсекретаря Тилерсона для того, чтобы и создать вот эту так называемую глобальную коалицию. Коалицию по борьбе с исламским государством. Коалицию по борьбе с терроризмом. В принципе, речь идет о физическом уничтожении исламского государства. О полном уничтожении. Об этом здесь говорят безутайки. И госсекретарь Тилерсон сказал, что более 60 человек из окружения лидеров исламского государства уже физически уничтожены. И уничтожение всех остальных это просто вопрос времени. В принципе, эту функцию на себя берут Соединенные Штаты. Ну а партнеры по коалиции, они могут помочь в нескольких вещах. Они могут помочь в обмене информацией. Они могут помочь в том, что какие-то подозрительные транзакции, которые могут помочь террористам, не пройдут через их финансовые системы. Ну и самое главное, вот об этом здесь тоже говорят. Борьба с терроризмом в интернете, борьба виртуальная, она не менее важна, чем борьба реальная. Нам представитель госдепа США об этом в интервью сказал. Те, которые хотят, может быть, делать террористические акты, может быть, здесь в Америке или в Европе. Как мы видели в Брусселе, в Берлине, в Сан-Бернадин, в Орландо. Есть такие люди, которые воздушлены именно идеями ИГИЛ. Это, наверное, самое опасное. Как государственный секретарь Скиллсен только что сказал, самое опасное оружие ввода ИГИЛ является интернетом. Украина тоже является членом этой так называемой глобальной коалиции одной из 68 стран. Наша страна сегодня здесь представлена первым замом министра иностранных дел Вадимом Пристайко. И вот он мне признался, мы писали с ним интервью буквально несколько минут назад, что, в принципе, на мероприятиях такого уровня не принято решать двусторонние вопросы. Но, тем не менее, Украина провела переговоры прямо вот из Соединенных Штатов. Послезавтра первый замминистра иностранных дел должен вылететь в Париж. Там должно быть заседание нормандской четверки на уровне замов министров иностранных дел. И проблема в том, что Россия не хочет на него приезжать. Так вот здесь украинские дипломаты как раз специально переговорили в кулуарах этой встречи со своими коллегами из Германии и Франции, для того, чтобы понять и решить, а что делать, если Россия игнорирует нормандскую четверку. И вот на чем настаивает Украина. Нам это важно, если Россия считает, что она не имеет чего сказать за столом нормандской четверки, где лидеры погодились, что будет проведена встреча. Значит, мы специально будем проводить, мы специально будем говорить в ее отсутнице за то, что мы можем сделать. Там будут представители всех четырех групп. Ну, то есть, еще раз подчеркну, это очень важный момент. Это, в принципе, одна из новостей сегодняшнего дня. Украина настаивает, чтобы нормандская четверка проводилась в отсутствии представителей России, если они откажутся приезжать. И, в принципе, в этом есть понимание и с представителями Германии, и с представителями Франции. Вот такие новости сегодня отсюда. Не только о глобальной коалиции, не только о терроризме, но и о том, что касается Украины. Катюш. Дима, спасибо тебе. Дмитрий Нопченко был на связи со студией из Вашингтона с информацией о новых методах борьбы с терроризмом.